13 июня на календаре. Мощная магнитная буря накроет нашу планету сегодня. Сразу две большие вспышки произошли на Солнце. Сейчас ученые наблюдают самую высокую солнечную активность за последнюю тысячу лет. На Земле такие явления опасны, например, для линий электропередач, газопроводов в области сильных электропотоков. Во время магнитных бурь врачи предупреждают о возможном ухудшении самочувствия и советуют людям уделять более пристальное внимание своему здоровью. Но когда вооружен, можно таких новостей не бояться, тем более даже если на календаре пятница 13. Всем доброе утро! Меня зовут Денис Липкин. Как всегда, утренний эспрессо готов рассказать о самом интересном, что происходит с нами и вокруг нас. Смотрите сегодня. Ружанская прама приглашает гостей. Теми дня афиша праздника, а также премьера клипа «Поздняя любовь» Александра Прокоповича. И еще об одном событии, которое предстоит. Брест готовится к печальной дате нашей истории, дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 22 июня город будет встречать многочисленных гостей. В этот день в мемориальном комплексе Брестской крепости «Герой» будет открыт новый музей. Его название – Музей войны, территория мира. Все строительные работы давно завершены. Сейчас над созданием экспозиции работают сотрудники крепости. Они подбирают и раскладывают экспонаты. Новый проект в большей степени будет посвящен истории крепости, ее довоенного и послевоенного периода. Акцент будет сделан на судьбе защитников цитадели. Площадь нового музея составит около 1000 квадратных метров. А продолжит программу самая важная информация на сегодня – прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok Малому бизнесу поддержка. В этом году на Брещене зарегистрировано свыше 350 новых микро- и малых коммерческих организаций. Сегодня в области осуществляют свою деятельность без малого 11 тысяч предприятий малого бизнеса. Причем многие из них заняты производственной деятельностью. Кстати, наибольший объем производства малых промышленных предприятий приходится на областной центр Брестский и Кобринский районы в городе Барановичи. О других важных и интересных событиях и жизни нашего региона в утреннем обзоре прессы. Трогательными и эмоциональными получились творческие работы юных корреспондентов Брещены, присланные на конкурс «Маршрут милосердия», во второй раз организованные Народной трибуной и областной организацией Белорусского общества Красного Креста. Подробности в свежем выпуске газеты. Проектировщикам микрорайона «Северный» в Бресте удалось удачно вписать новые дома в территорию исторической застройки. Читатели Народной трибуны смогут узнать, каким вскоре предстанет район перед их взором, в чем его изюминки, как и какие цвета будут преобладать в проектируемом районе «Север-2». Недавно на базе областной больницы освоили операции по трансплантации почек и печени. Сейчас брестские хирурги готовятся к пересадке сердца. Накануне Дня медика о становлении самого нового направления брестской медицины в Вечернем Бресте. В центре Бреста началась процедура отселения людей из так называемого итальянского квартала. Эта территория, ограниченная улицами Мицкевича, Пушкинской, Комсомольской, будет застраиваться итальянской фирмой по оригинальному проекту. Подробности в свежем номере Вечернего Бреста. На областной спартакеаде школьников по тяжелой атлетике сборная команда Ивановского района заняла первое общекомандное место. Из 15 тяжелоатлетов 10 школьников взошли на пьедестал почета. Подробности в свежем номере газеты «Червоная звезда». В воскресенье свой праздник отметят люди самой гуманной профессии – работники медицины. О буднях врачей, медсестер и их помощников в сегодняшнем номере «Лунинецких новин». По вине мотоциклистов часто возникают непредвиденные ситуации. Обычно за рулем двухколесного транспорта находятся молодые ребята, которые любят риск и скорость. О главных аспектах проблемы читайте в «Лунинецких новинах». Победить в энергомарафоне и выиграть с миллионы – это удалось сделать в областном этапе республиканского конкурса трем учреждениям образования Пинска и отделу образования спорта и туризма Горисполкома. Призовые деньги пойдут на внедрение энергосберегающих мероприятий в школах и детских садах. Подробности в «Пинском вестнике». О чем прочитать, узнайте из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Об этом событии напишут все региональные газеты. Ружанская Брама приглашает гостей. Областной праздник пройдет завтра в бывшей резиденции рода Сапега. Подробности мероприятия уточним у председателя Пружанского районного исполнительного комитета Михаила Серкова. Михаил Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Давайте разделим представление о Ружанской Браме на две части. Первая – для тех, кто там еще не был, а только слышал. Ну и вторая – кто непосредственно приезжает чуть ли не каждый год. Итак, первая часть. Если не был на Ружанской Браме, почему стоит оторваться от своих всех дел и приехать в эту субботу в Ружан? Ну, это очень интересное мероприятие. И очень как бы большое, длинное. Представьте себе, что только артистов приедет порядка 800 человек, которые будут выступать. 800. Будет 25 коллективов. Они будут собраны со всей области и со всей республики. Там будет и много музыкальных номеров. Там завершается пленэр резчиков по дереву. Это уже второй пленэр. Мы в прошлом году поставили 12 деревянных скульптур. В этом году 13. Это две группы. И каждый год будем проводить эти пленэры дальше. Я надеюсь, что через несколько лет Ружаны можно будет назвать музеем деревянной скульптуры под открытым небом. Ну и, как я сказал, вторая часть для тех, кто там уже бывал. Ну, в 12 часов начнется день города. Мы будем чествовать тех ружанцев, которые внесли определенный вклад в развитие города. Мы, как бы, будет театральная постановка обязательно в этом году. Я надеюсь, что это будет тоже ежегодной частью этого праздника. Это все будет происходить в 7 часов на центральной сцене. Театральная постановка унесет во времена Сапегов? Ну, практически да. Вот это, как бы, Полесский наш театр. Это мои земляки-пинчане. Вот они будут представлять черную панну, несвежую постановку. Я думаю, что интересно будет. Ну и третье, что мы сделали необычное, это мы попробовали разделить потоки празднующих. Всю торговлю вынесли на футбольное поле. Ранее она находилась непосредственно в самой резиденте? Да, в самой резиденции. Если брать торговлю, насколько она будет широка? Это же много еще и выставок, и ярмарок. Расскажите подробно о ней. В 3 часа начнется несколько интересных моментов. Это, как бы, детская площадка в полной мере заработает. Там будет культ-организатор со всей области работать с детьми до 7 часов вечера. То есть приезжать на Ружанскую Браму можно всей семьей? Да. И нужно? И советую, да. И, как бы, в 3 часа начнут работать наши ремесленники, вот, мастера народного творчества. Они будут представлять свои изделия. Вот, ну, как бы, будет активная реализация напитков, мороженого, других продуктов. Вот, поэтому готовимся всех и усиленно, для того, чтобы приезжающим понравилось. Что интересно, в этом году уже поступают просьбы от других торговых предприятий, не Пружанского района, поучаствовать в этом празднике. Поэтому, я думаю, что и количество торгующих организаций год из года будет расти. Ну, и мы так планомерно рассказали практически всю программу и всю афишу. А что будет венчать? Ну, файл-шоу, лазерное шоу и фейерверк. Для тех, кто непосредственно не из Ружан и не из Пружан, кто планирует вот своего рода такую командировку всей семьей, к примеру, в какое время все закончится для того, чтобы успеть домой еще? В 23.00. Тем, кто приедет издали, я на следующий год рекомендую занимать места в наших отелях. И этот год является отличительным, потому что уже пошли заказы от минских туристических фирм. То есть, непосредственно гостиница, автобус, и будут приезжать туристы на этот праздник. Этот год особенный и для всей страны, это год гостеприимства. И если, допустим, у кого-то не получается в эту субботу приехать в Ружаны, где есть замечательный музейный комплекс, где, как говорят многие, расположился белорусский Версаль, его даже называют. Как он работает? Насколько дорогие экскурсии? И вообще, насколько это место популярно? Место популярно. Количество туристов, которые приезжают к нам в этом году, примерно на 30% превышает то число, которое было в прошлом. А в прошлом году тоже был достаточно неплохой рост. Вот. Скажу, что в день проведения Ружанской брамы в 2011 году посетило 800 человек, в 2012 году 900, в 2013 году 1500. То есть рост достаточно активный. И скажу, что в принципе абсолютно недорогие экскурсии, например, приехавший автобус, заплатив 42 тысячи со всего автобуса, то есть почти по тысяче, могут пройти по всему музею с экскурсоводом. Ну и примерно столько же стоит экскурсия по самому дворцу. Ну а что касается непосредственно развития и продолжения реконструкции этого замечательного места, какие перспективы есть, чтобы не только была цельная брама с музеем отреставрирована, но и далее? В этом году вкладывается, правда, сумма небольшая, порядка трех миллиардов. Из них полтора миллиарда это наши деньги, вот, областные, вот, и полтора республиканские. Я надеюсь, что эта сумма будет увеличена по концу года. Ну, если нет, то активно будем работать, чтобы сумма 2015 года была значительно выше этой. Ну и параллельно мы работаем над созданием, как бы, экспозиций, вот, музейных экспозиций. Вот мы сейчас готовим по холодному оружию, я думаю, хорошо должно получиться. Мы сейчас готовим по одежде именно того времени соперка, это 17-19 века. Вот у нас уже есть куклы, вот, достаточно неплохие, вот, хорошего качества. Ну и, как бы, надеюсь, что мы сможем заняться вплотную репродукциями картин, которые когда-то размещались в этом дворце. Ну, а пока еще раз напомним, что завтра в Ружанах состоится очередной областной праздник, который, в принципе, пропустить нельзя, верно? Абсолютно. Дорогие земляки, приглашаю вас на этот праздник, будет интересно и весело. Прошу по возможности в своем гардеробе иметь один элемент или несколько белорусской национальной одежды. Это придаст дополнительный колорит и поднимет общую атмосферу. Приезжайте. Спасибо большое, Михаил Николаевич, что нашли время и приехали к нам в гости и рассказали об этом интересном событии. Всего доброго, удачи. До свидания. Завтра пройдет областной праздник Ружанской Абрама. С его подробностями в гостях у утреннего эспресса был председатель Ружанского районного исполнительного комитета Михаил Серков. 13 июня 1702 года родился Михаил Казимир Радзимил-Рыбонька, государственный деятель Великого княжества Литовского, меценат. Отстроил Несвеж, и Несвежский замок после разрушения шведами основал Несвежскую типографию. Ему принадлежит заслуга в развитии слудской мануфактуры шелковых поясов. 1814 год. Дата рождения Паракофия Доброхотова, российского церковного и общественного деятеля, историка, коллекционера. После пострига получил имя Павел. С его именем связанный белорусский рукописный сборник энциклопедического содержания, так называемый сборник епископа Павла, а также Евангелие XVI столетия с богатым ренессансным орнаментом. Доброхотова, Евангелие. В этот же день в 1857 году в Лондоне Герцен и Огарев выпустили первый номер газеты «Колокол» первого русского революционного издания. Программа «Колокола» содержала демократические требования. Освобождение крестьян с землей, отмена цензуры и телесных наказаний. 1941 год. Московское радио передало сообщение ТАСС. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта о ненападении, как и Советский Союз. Ведущего слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. А через 9 дней началась война. 13 июня 1997 года в Минске был основан Музей современного изобразительного искусства. Для посетителей музей открылся через год. На сегодняшний день в его коллекции около 2500 экспонатов – произведений современных белорусских авторов. В планах на выходные можно отметить следующее событие. Международный день отца отпразднуют в Бресте. Городское молодежное общественное объединение наследия совместно с Территориальным центром социального обслуживания населения Московского района города проводит семейный праздник – Батьковский фест. Он посвящен Международному дню отца. Планируется, что в поздравительном мероприятии примут участие Брестская группа спасения и будет еще много чего интересного. Начнется праздник в 15 часов. А пока подробности самого яркого события минувшей недели. Пиратам и принцам не до махинаций и государственных дел. У них на повестке не уронить соску и не проспать праздник. А вот у принцесс как раз режутся зубки. Поэтому придерживаться манер – та еще задача. Однако самым большим испытанием на втором параде колясок, прошедшем недавно в Бресте, было не капризничать и усидеть в своих креативных тыквах, каретах и улитках. А ведь все это сделано руками родителей. Где-то полторы недели я делала, в общем, все это дело. Сделано из картона, много газет, клея ПВА, туалетная бумага, ткань, поролон. А вот семья Ненадавец превратила свою коляску в скорую неотложную помощь, где старший медбрат – младший сын Артем. Приказы уже отдает, но, правда, рецепты и эпикризы пока не выписывает. Вообще, на самом деле, к медицине мы никакого отношения не имеем, но просто мы, ух, какие скорые на помощь. А в семье Белинских собственная кухня на колесах, где в большой кастрюле под названием «Борщ» разместились два перчика Паша и Богдан. Идея поучаствовать в конкурсе была папина, поэтому на празднике он в роли шеф-повара. Все со своими детками пришли, общий праздник, все любят детей, всем все здорово, все классно. Себя показать, на других посмотреть. Ну, чтобы другие видели, что тоже можно жить не просто так в четырех сынах, а в чем-то участвовать. А вот и победители – семья Касьяник. Над этим поистине шедевром трудилась целая творческая группа. Мама, папа и крестный Женя, который работает художником-дизайнером. Он и предложил создать коляску ангела-хранителя. Идея наша олицетворяет ангела, сидящего с вот этими большими крыльями, охраняющие наш мир от воин, болезни, от всего плохого. Безусловно, кроме парада в программе – большой концерт. Идея проведения таких праздников в Бресте родилась еще в прошлом году. В целом, пока только два города Беларуси поддерживают мероприятия такого формата – это Брест и Минск. Совершенно случайно совпало, но зарегистрировалось ровно 35 экипажей, как и в прошлом году. Но в том году эта цифра совпала с юбилеем Ленинского района. Она была такая символическая. Сегодня в том же русле опять же 35, но явилось 27 экипажей на поверку. То есть у нас сейчас в боевой готовности 27 экипажей. Организаторы пообещали, что в следующем году будет больше подарков. Поэтому у родителей еще есть время поработать над новыми шедеврами, но не только колясками. Сотрудники ГАИ в эти дни будут уделять повышенное внимание мотоциклистам. В Бресте стартовал комплекс профилактических мероприятий. Колес меньше, опасностей больше. Их основная цель – предупреждение ДТП с участием водителей мотоциклов и других двухколесных транспортных средств. Проблема как никогда актуальна. Ведь мотоциклы неректно становятся виновниками аварий с пострадавшими и погибшими. Обширен и список нарушений. Езда без шлемов, без документов, пренебрежение дорожной разметкой и сигналами светофора. Для всех участников дорожного движения подробный прогноз погоды. Не пропустите. Продолжение следует... Пришла пора сбора грибов и ягод. Обратить внимание стоит не только на защиту от клещей. По данным сам эпидемслужбы, в настоящее время основным источником поступления радионуклидов в организм человека является побочная продукция леса и мяса диких животных. Выводы сделаны на основании прошлогодних результатов радиологического контроля. В нынешнем сезоне ситуация вряд ли изменилась. Поэтому специалисты рекомендуют гражданам при покупке даров леса спрашивать у продавца о наличии документов, подтверждающих их безопасность. А также проводить радиометрический контроль продукции в специализированных лабораториях. Бесплатно это можно сделать в территориальных центрах гигиены и эпидемиологии. С насущими бытовыми вопросами продолжает эфир горячая линия утреннего эспресса. В студии уже появилась ее ведущая Анна Новик. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы спорного житейского плана иногда застают нас врасплох. Найти выход поможет горячая линия утреннего эспресса. Юлия со своим 6-месячным ребенком обслуживается в детской поликлинике Бреста. На вопрос женщины о том, имеют ли они право посещать врача вне очереди, заведующая поликлиники дала ответ, что мамы с грудными детьми обслуживаются по общей очереди либо по договоренности с другими пациентами, ожидающими приема. Так ли это хочет знать молодая мама? Юлия, нормативно-правовые акты, предоставляющие вне или первоочередное посещение врача для детей определенного возраста в детской поликлинике, отсутствуют. Следующий вопрос от Брещанина Василия. Он является собственником дачи в садовом товариществе. Мужчина хочет подарить ее своему знакомому, который не приходится ему родственникам. Имею ли я на это право и что для этого нужно, интересует звонившего. Василий, если дача находится в вашей единоличной собственности, а не приобретена, к примеру, в период брака, то вы имеете право договором дарения передать право собственности на нее любому лицу. Вы и одаряемы должны обратиться в БТИ с удостоверением собственника и техпаспорта. Гостпошлина в таком случае составит 5 базовых величин. Григорий из Березы в 2013 году был в отпуске в мае. В этом году по графику отпуск приходится на сентябрь, а это спустя год и 4 месяца. Вопрос звучит так, имеет ли право наниматель не предоставить отпуск в текущем рабочем году. Часть трудового отпуска за текущий год, согласие работника и только в исключительных случаях, может быть перенесена на следующий рабочий год. Следует также иметь в виду, что трудовой отпуск предоставляется не за календарный, а за рабочий год, который в отличие от непрерывного календарного может сдвигаться. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня! Не пропустите информацию о прогнозе погоды. По словам синоптиков, сегодня она существенно поменяется. Причина – влияние влажных воздушных масс, перемещающихся с акватории Балтийского моря. В пятницу на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. По юго-востоку воздух прогреется до 16 градусов тепла. Днем ожидается от плюс 15 по северо-западу до 23 градусов со знаком «плюс» по юго-востоку страны. Детально о погоде в нашем регионе смотрите прямо сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Кино с дополнительными удобствами. Теперь в Бресте посмотреть фильмы и мультфильмы можно без покупки билетов в кассе. В кинотеатрах Беларуси и Мир установлены специальные терминалы для выдачи электронных квитков. Сначала желающие выбирают сеанс в интернете, а затем распечатывают билеты, предварительно введя на специальном устройстве код. Брест стал третьим городом в стране, где введена подобная система. До этого посетить кинотеатр без обращения в кассы можно было в Минске и в Гомеле. А вот что можно посмотреть в предстоящие выходные, знает Екатерина Горая. Доброе утро! С момента примирения викингов и драконов в кассовом анимационном фильме «Как приручить дракона» прошло 4 года. И вот вторая часть полнометражного анимационного фильма. Так что поход в кинотеатр всей семьей – замечательная возможность разнообразить свой уикенд. Давай, братец! Я в жизни не видел столько драконов разом! Быть не может. Что скажешь? Как назовем? Остров, зудящий под мишки. Ты считаешь себя знатоком драконов? Мы знакомы? Нет. Но мать не забудет свое дитя. У каждого дракона есть свой секрет. Я открою тебе все до одного. Ты знал об этом? Мультфильм режиссера Дина Деблоа снят по мотивам одноименной серии книг британской детской писательницы Крисиды Коул и является продолжением мультфильма 2010 года, номинированного на Оскар. Официальный слоган мультфильма переводится как «Дрессировка закончилась». В новых сериях приключения полюбившихся героев набирают обороты, а зрители ожидают знакомства с новыми героями и драконами. Теперь путешествия викинга выйдут за пределы их острова, расположенного в Северном море. Судьба забросит героев в новые неизвестные земли Северного полушария, где их будут подстерегать немало опасностей. Примирение викингов и драконов – это важный, но не последний подвиг в жизни юного икинга. Теперь герой предстанет перед нами подросшим, возмужавшим и полным решимости получить звание лидера клана. Одно из приключений приводит его к открытию тайной ледяной пещеры, которая является домом для сотен новых диких драконов. Теперь икинг и его друг Беззубик должны сплотиться, чтобы отстаивать то, что им дорого, признавая при этом, что только вместе они имеют силу, чтобы изменить будущее как людей, так и драконов. Поберегись! И как же ими управлять? Они еще малыши и никого не слушаются! Покажи ему, давай! Вперед, братец! Осторожно! Займитесь вожаком! Приятного полета! Выручай, брат! Мне же только остается пожелать вам приятного похода в кинотеатр. И снова к реалям. Завтра под Минском состоится сырный фестиваль. Он пройдет на территории Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта. В праздники под открытым небом примут участие и брестские сыроделы. Гости их павильона смогут окунуться в атмосферу города Брест-Литовска 18-19 веков. Почитать газету, Брест-Литовские ведомости, посетить настоящую сырную лавку и, конечно же, продегустировать различные сорта сыра. Также в павильоне на протяжении всего фестивального дня будет работать фотозона. У каждого посетителя будет возможность сфотографироваться на память в ретро-костюмах 18-19 веков. Вкусную новость продолжит очередной кулинарный шедевр от шеф-повара отеля «Эрмитаж» Ивана Гринина. Доброе утро. Сегодня я бы хотел дать совет всем мужчинам, как порадовать свою вторую половинку и приготовить вкусный, красивый завтрак. С вами шеф-повар ресторан «Эрмитаж» Гринина Ивана. Сегодня мы приготовим брускетто с моцареллой, цикорием и огурцом. Для этого нам понадобится хлеб чебата, моцарелла, цикорий, огурец, немного сливочного масла, филе апельсина и зелень. Приступим. Возьмем нарезанный уже хлеб, разогреем немного сковородочку, положим кусочек сливочного масла. Все это разогреется, масло растает. Мы поджариваем немного хлеб, чтобы он был более хрустящим. На небольшом огне, чтобы сливочное масло не горело. Хлебушек обжаривается. Теперь берем моцареллу. Отрезаем небольшой кусочек. Таких вот два нам будет достаточно. Так, хлебушек сжарится. Перевернем. Разномерно пропитался сливочным маслом. Теперь включим другую сковородку. Немножко нагреем. Без масла. Мы это сделаем специально, чтобы пожарить сыр. Так, хлебушек у нас уже практически готов. Теперь мы жарим моцареллу. Постоянно следим за моцареллой, чтобы она не сгорела и сильно не воплавилась. Так, вот она как раз начинает поджариваться с одной стороны. Аккуратненько сдираем. И переворачиваем. Мы выключаем хлебушек. И снимаем моцареллу. И перекладываем на хлебушек. Мы пожарили хлеб и моцареллу. Теперь нам осталось добавить немного сверху огурца, цикория, зелени. И наше блюдо практически готово. Я вот отрезал верхушку цикория. И каждый листик мы режем ровно наполовину. Вот таким вот образом. Нам нужно около 6-7 листочков. И то мы просто порежем, а потом посмотрим, сколько выжжет. Также нам понадобится мякоть апельсина. Я уже заранее его приготовил. Мы его режем на три части. И огурец. Огурец нарезаю тонко. Ну, вот достаточно. Его пополам. Вот такими вот штучками. Теперь мы это все посолим. Немного поперчим. Добавим немного оливкового масла. Перемешаем. Немного укропа. Можно порезать, можно порвать. И одну веточку шалфея. Мы ее мелко нарежем. Шалфей придаст особый свой аромат, который ни с чем не сравним. Все опять перемешаем. Гарнир к нашему хлебу и моцарелле готов. Теперь нам осталось все это выложить и украсить. Мы берем наш хлебушек. Выкладываем аккуратно сверху весь наш гарнир. Вливаем все это немного оливковым маслом. Вот и все. Наш завтрак для нашей второй половинки готов. С вами был Шевковый ресторан «Эрмитаж». Гарнин Иван. Приятного аппетита! Ночной шатер небес так низко опустился, Что не было ни звезды, ни луны. А ветер диковый мне на кого-то злился. И жаждел приближения зимы. Питалась так душа моя в потемках. Причувствуя разлуки наше час. Не соловей пропел, а раскричался громко. Петух разбойник, пробуждая нас. Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию «Утреннего эспрессо». И сегодня на чашечку «Утреннего эспрессо» к нам пожаловал Александр Прокопович. Утро доброе. Доброе утро. Ну, повод отличный. Ваш первый клип. Как вы шли к нему. И немного о вашем творчестве. Клип – это важная такая особенность вообще музыканта, композитора. Я думаю, да. Сегодня клип – это не просто музыка. Это, наверное, все-таки какое-то еще и зрительное восприятие того сюжета, который написан в песне. Песня называется «Поздняя любовь». Ему 45, он взрослый человек, состоялся, все у него в жизни прекрасно, и вдруг появляется она. Молодая, красивая разница в возрасте не дает ему, грубо говоря, сделать шаг в пропасть. Потому что, на самом деле, «Поздняя любовь» – это зачастую шаг в пропасть. Ну, как говорится, с годами пришло понимание и приближение к такой лирике. Или, в принципе, раньше в вашем репертуаре было не только о любви? Я пишу и на военные темы. То есть, есть у меня много военных песен. Любовь – это основная тема. Любовь мужчины к женщине, любовь к животным, любовь к родине. Любовь – это основная тема. Конечно, без любви ничего не было бы. Все строится на любви. А любовь к гитаре когда у вас появилась? Любовь к гитаре мне привила сестра. И тогда в школе, ну, каждый старался играть на гитаре. Тогда это Высоцкий, тогда это Машина Времени. И тогда это просто был бум – играть на гитаре. Гитара, двор, школа, потом летное училище. Везде сопровождала меня гитара. И во многих случаях даже она меня где-то и выручала. Потому что, допустим, в том же летном училище, как в армии, вот, кто играет на гитаре, освобожден, скажем, от нарядов. Да, он готовится к какому-то конкурсу или там еще к чему-то. То есть, в общем-то, она всегда мне помогала, выручала. И где-то меня, скажем так, музыка сопровождала. А сейчас вот вам не обидно, Александр Степанович, раньше во дворах все-таки была слышна гитара? Сегодня есть интернет, где все друг с другом звучат, все друг друга видят. Раньше как можно было свое творчество показать? Собрать круг близких друзей или каких-нибудь, кто приходит в ваш двор, да, и сыграть на гитаре что-то. А сегодня вы можете это сделать легко, и в этом узнает весь мир. Правда? Поэтому жалеть о том, что они играют во дворах, да, немножко жалко. Что люди не общаются вживую. Вот так. Но то, что сегодня есть возможность, грубо говоря, общаться со всем миром. Допустим, я на том же сайте «Стихи.ру» или «Стихи для людей». Это сайты, где бывший Советский Союз, страны ближнего зарубежья, они все обмениваются между собой. Можно не только услышать, можно увидеть, можно пообщаться. Это здорово. Поэтому, может быть, чуть-чуть жалеем, что нет такого тесного общения, как мы сегодня с вами, да. Но появилось что-то большее. Я думаю, что все правильно развивается, все нормально. Так и должно быть. Ну, еще один вопрос будет такого плана. Вы еще и известный в Бресте бизнесмен. Музыка и любовь к гитаре, любовь к стихам и такому вот вечному. Это вам помогает? Хотя, в принципе, есть такой стереотип, что люди-то эти твердые. На работе – да. Если бы не было твердости, наверное, не было бы ничего. Согласен. Но, как вы сами сказали, музыка – это вечное. Это то, что снимает напряжение. Это то, что, в принципе, вытягивает из той загрузки бизнеса, который существует. Люди, которые занимаются бизнесом, они практически всего себя отдают бизнесу. Так мы устроены. У нас должен быть только плюс. Иначе, если минус, то мы идем в обратную сторону. То есть, это уже не бизнес, а какой-то антибизнес. Поэтому, конечно, должен быть плюс. Чтобы был плюс, мы рано встаем, поздно ложимся, много работаем, фактически не имеем выходных. А где же время на творчество? О, хороший вопрос. Вот между ними находится время на творчество, когда ты устаешь, приходишь, берешь гитару. И за 20-30 минут снимается усталость, как будто поплав в бассейне, или сходил в фитнес-клуб, или что-нибудь еще. То есть, гитара, музыка, особенно если это какой-то концерт. У нас часто приглашают с мамой, мы часто ездим на творческие вечера. 20 минут на сцене – перезагрузка. То есть, человек перерождается. Я выхожу оттуда, не знаю, отдаю, когда зрители благодарят, говорят, вы нам подарили вечер. Говорю, это вы мне подарили вечер. Потому что, что я один смог подарить, скажем, залу на 300 человек? Чуть-чуть. А сколько эти 300 человек подарили мне энергии? У меня есть предложение. Давайте закончим на этой мажорной ноте и подарим всем нашим телезрителям утро. С удовольствием. На этом сегодня все. Меня зовут Денис Липкин. Увидимся на телеканале «Беларусь-2». Всем хорошего рабочего дня и, конечно же, отличных выходных. Ну, а прямо сейчас обещанный клип от Александра Прокоповича. Не пропустите. Субтитры подогнал «Беларусь-2». Ты пришла, словно ангел с небес, Хмурый день озарив ярким светом, И оттенок печали и честь На лице моем встречи согретом. И качнулась на небе луна, И волна отодвинула сушу, Загружилась моя голова, Легким хмелем пьянили слова, Жарким пламенем грели мне душу. Твоя душа – великий океан, Тепла, любви, заботы и участья. Пусть годы, что отмерены судьбой, Тебе приносят в жизни только счастье. Я твоей заботой живу, И как друга тебя ожидаю. Об одном лишь жалею, грущу, Что ровесником быть не могу, И тебя я как дочку встречаю. Твоя душа – великий океан, Тепла, любви, заботы и участья. Пусть годы, что отмерены судьбой, Тебе приносят в жизни только счастье. Пусть годы, что отмерены судьбой, Тебе приносят в жизни только счастье. Пусть годы, что отмерены судьбой, Тебе приносят в жизни только счастье. Пусть годы, что отмерены судьбой, Тебе приносят в жизни только счастье.